Приветствую вас и отвечаю на первый вопрос о причинах родителей поступать подобным образом. Я скажу так. Основных причин, так называемых общих причин, может быть несколько. Первое и самое главное, это то, что родители элементарно и банально не могут обеспечить двум детям, своим детям, нормальное, хорошее, скажем так, воспитание. Нормальное, хорошее, скажем так, содержание и нормальный и хороший, скажем так, уход. То есть родители чувствуют, что с двумя детьми, условно говоря, они не справляются. Не могут справиться с ними ни по времени, ни по средствам, ни по еще каким-либо критериям. Например, чувствуют, что не могут уделять внимание обоим детям. Например, чувствуют, что, может быть, внимание они и уделяют обоим детям, но не уделяют внимание себе, например. Такое вот тоже, к сожалению, вполне может быть. То есть здесь вопрос именно в духовной организации семьи у людей. И надо сказать, что духовная организация, она бывает, к сожалению, она бывает разной. И не всегда эта духовная организация имеет такую, можно сказать, хорошую, приемлемую форму, где дети были бы действительно счастливы, где детям действительно было бы хорошо. Еще одна причина, по которой родители могут отправить старшего ребенка, скажем, бабочки и дедочки, связана с тем, что, например, дети не могут вместе ужиться. Да, то есть постоянно все раз, постоянно ругаются, постоянно там какие-то скандалы и так далее. И родители сами не могут эти скандалы как-то разрешить. Родители не могут сами эти скандалы как-то урегулировать. И из-за этого они вынуждены детей развестились, чтобы они не были вместе, потому что, ну, по отдельности, каждый из них, в общем-то, спокойно, хорошо себя ведет. Вот. То есть никаких проблем нет именно вот, именно по отдельности, да. Немаловажным моментом является и то, что может быть такая ситуация, что родители просто-напросто ссорятся из-за детей, ну, из-за детей, из-за ребенка какого-то. Они могут ссориться, и эта ссора, эти ссоры постоянные, также не находя, значит, выхода, не находя урегулирования, по сути дела, ну, как бы выливаются вот в такой вот поступок, в такое вот поведение. Еще, еще, есть вариант такой, что ребенок сам, я имею в виду старший, а сам хочет, например, к бабочке и дедушке, чтобы жить с ними, и, возможно, ему там с ними спокойнее, возможно, ему там с ними лучше, в общем, причин может быть достаточно много для этого, и, как бы, равно об этом можно только гадать. Вот. То есть это вот были такие самые общие моменты, на мой взгляд, которые могут обусловить такой вот выбор родителей. Может быть, дедушки и бабушки тоже как-то нужно, они хотят просто, чтобы с ними был ребенок, и родители не могут отказать. Такое тоже может быть. По поводу того, значит, как повлияет на психику ребенка то, что родители, как бы, отправили его жить к дедушке и бабушке. Как повлияет это на психику ребенка? Здесь я могу вам сказать, наверное, так, что, во-первых, многое зависит от того, как родители, представят, именно представят ребенку, что он живет теперь там, ну, где-то в другом месте, да, то есть очень важно, как родители ребенку это преподнесут. Вот преподнесут как-то плохо, как, например, некое такое даже, я бы сказал, может, изгнание, да, вот практически за такой термин, немного, может быть, спасные, да, изгнание. Если они представят ребенку это как изгнание, то понятно, что он будет на них держаться обиду, и понятно, что ему будет неприятно, и понятно, что ребенок будет взращивать в себе эти обиды. Это очевидно. Но если родители представят все так, как будто ребенок делает все это важно, находясь с бабочкой и дедочкой, то вполне вероятно, что никаких обид не будет, и ребенку будет, в общем-то, нормально. Вот. Далее. Какие последствия, и что, значит, как повлияет на психику ребенка? Ну, во-первых, если мы, вот, сказали про, значит, обиды, то надо сказать, что дедочка и бабочка будут влиять на ребенка так, что их ценности, которые есть у них, будут естественно, ну, будут естественно предаваться ребенку. То есть ребенок будет расти под влиянием дедушки и бабушки. Под каким-либо влиянием дедушки и бабушки. То есть если это люди достаточно, скажем так, строгие, если это люди строгие, то, скорее всего, ребенок также будет строгим, вырастет строгостью. Если это люди, ага, такие вот, не очень строгие, то тогда, возможно, другие варианты, например, избалованность ребенка, например, его вседозволенность, ощущение, что он, скажем так, все может, для него все, всегда все делается, и, в общем, никаких держивающих факторов в таком случае у ребенка не будет. А если же дедушка и бабушка будут строгими относительно, то тогда ребенок будет расти в неком отрыве от современного мира. Вот это вот очень важный момент. То есть ценности дедушки и бабушки, они ведь не такие, как, скажем, ценности у его родителей. И поэтому ребенок будет расти именно в немного устаревших и неприспособленных системах ценностей, что определит его дальнейшую жизнь и сделает ее, ну, может быть, не совсем простой, не совсем однозначный, не совсем такой современный. И, возможно, ребенку будет несколько тяжелее, например, налаживать связь со своими сверстниками, со своими равистниками, именно потому что равистники-то растут в относительно современной системе ценностей, а ребенок этот будет расти в другой системе ценностей и, соответственно, ему будет тщелее, тщелее. Вот. В принципе, наверное, можно сказать, что на этом все, потому что вопрос у вас достаточно общий и, соответственно, ответ на него тоже достаточно общий. Я дал. Вот. Но иногда бывает так, что дедушки и бабушки достаточно современные и достаточно такие сознательные, скажем так, люди, и в таком случае они могут ребенку дать то, что, например, родители дать не могли. Вот. Кстати говоря, причины у родителей еще на то, чтобы вот так с ребенком поступить, причины могут быть еще и такие, что ребенок просто, вот старший ребенок просто не вызывает таких свинных чувств и не настолько любим, как, например, младший ребенок, а дедушка и бабушка, наоборот, любят у старшего ребенка больше. То есть здесь вот может быть еще такое вот, я бы сказал, эгоистичное поведение со стороны родителей. Но оценивать их поведение, исходя из, например, ваших только слов, из вашего текста, причем небольшого текста, мне бы не хотелось. Вот. Надеюсь, что для этого вы выберете эксперта и поработайте более приватно на эту тему, чтобы понять какие-то вещи более детально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!